На Греческой помолили из-за погибших 2 мая. Новый глава СБУ в Одесской области и подъехать к морю за 40 гривен. В прямом эфире новости в студии Алиса Татар. Здравствуйте. Петр Порошенко назначил нового главу СБУ Одесской области. Соответствующий указ появился на официальном сайте президента в среду, 3 мая. Так, вместо назначенного в августе 2014 года Сергея Батракова, управление возглавил Александр Довженко. К слову, он работает в системе СБУ с 1993 года, а с 2013 и до сегодняшнего дня руководил СБУ города Чернигово. 40 гривен. Ровно столько сейчас стоит проезд к морю на 13-й станции Большого фонтана. Там уже установили шлагбаум и собирают с водителей деньги. Оплату взимают при въезде, а чек выдают с рук. Насколько это законно, выяснял наш корреспондент Анастасия Кожушка. На подъездах к 13-й станции Большого фонтана огромные пробки. Там на выходных установили шлагбаум. Теперь, чтобы проехать к морю, вам нужно заплатить немаленькую сумму. Я в шоке от цены. Мы уже приехали, что ж мне будет. Деньги здесь берут сразу, на въезде. Цена 40 гривен. Независимо от времени пребывания на парковке. Чеки водителям выдают обычные люди без удостоверений. Никаких вам паркоматов. Люди на камеру не представляются, да и с журналистами общаться не желают. Но разрешительные документы показывают, ссылаясь на решение гурсовета. Согласно закону, стоимость городской парковки не должна превышать 10 гривен в сутки, так как в городскую казну капает всего 50 копеек с каждого водителя. Остальные деньги идут предпринимателю. Предусматривают взимания двух видов. Это 8 гривен в час, но не больше 10, либо 5 гривен в час, но не больше 10. Поэтому те парковки, которые существуют на сегодняшний день, из них взимаются по 40 гривен, по 20 гривен. И при этом не учитывая, в принципе, даже часа, ты въехал, ты должен заплатить эти денежные средства, являются неправильными и не соответствуют требованиям законодателя. По словам юристов, в Одессе нет ни одной законной городской парковки. На самом же деле должно быть так. Оплату водители вносят непосредственно в паркомат, а также имеют возможность расплатиться картой или в интернете. Каждый человек может попросить разрешительные документы на парковку. Если их не предоставят или откажутся показывать, то водитель имеет право не платить. Вчера вечером на Греческой площади помолились о тех, кто погиб во время столкновений 2 мая 2014-го. Молебен начался в 6 вечера. На нем побывал и наш корреспондент Мариам Эль-Хасан Али. Греческая площадь. Здесь в мае 2014-го произошли жестокие столкновения. Теперь на месте той страшной бойни представители разных конфессий молятся о погибших. Чтобы попасть сегодня на Греческую площадь, необходимо пройти ряд проверок. Это место, как и Куликово поле, отцепили правоохранители. Их сегодня здесь до тысячи человек. Людей проверяют при помощи металлоискателей. А тем временем на самой площади около сотни одесситов. Это и случайные прохожие, и непосредственно участники событий 2 мая, и участники общественных организаций. На площади десятки лампадок со свечами. Из них выложили герб Украины. Мы воспоминаем и отдаем дань уважения и чести тем людям, которые отдали жизни за нашу с вами свободу, за нашу с вами достойную жизнь. После молитвы люди отправляются в сторону Дерибасовской. Там, на углу с Преображенской, открывают мемориальную доску Игорю Иванову. Он стал первой жертвой майской бойни. Игорю Иванов получил смертельное пулевое ранение. Ему было всего 27. Был десятником в правом секторе. Я тоже тогда был членом правого сектора. Он был моим командиром непосредственным. Ребят своих очень любил. Очень беспокоился, волновался за них всегда. Он был хорошим человеком и хорошим командиром прежде всего. Сепаратисты, можно уже смеливо их так называть, начали кидать камни, дымовые шашки. По сути, с того все и началось. Игоря Иванова выносили на моих очаг за квартал Дерибасовский. Мне уже в вечере сказали, что он загинул. Я до останнего не могла верить, не хотела верить. С момента жестокой бойни в центре города прошло ровно три года. Расследование по делу 2 мая продолжается до сих пор. Марьям Аль-Хасанали, Валентин Мирза, 7 канал. Эксперименты над памятником архитектуры на Дерибасовской 23 подходят к финалу. В результате реставрации и перестройки произведения культовых архитекторов Одессы 19 века дом Мангуби изменился до неузнаваемости. Юлия Федорова продолжит тему. Дом Мангуби возвели в 1832 году по проекту Георгия Торричелли. Здание реконструировали архитекторы Франц Бофо и Феликс Гансиаровский. Но ничего подобного этой башни здесь никогда не было. Перестройка дома Мангуби вызвала волну возмущения среди одесских историков, архитекторов, строителей и активистов. Башня над старинным зданием выглядит грубо, нелепо и не вписывается в аутентичный облик главной улицы города. В многих городах мира бывало, только башню еще не видел. Сказать, что башенка на углу очень изящна, язык не поднимается. Ее можно было бы включить в архитектурную стилистику дома более тщательно. Она будет выбиваться, это видно. Согласно плану, уже этим летом здесь откроется новый отель. Специально под него старинное здание увеличили почти в два раза. Изменена этажность, изменена конфигурация крыши, изменен северный от здания. Для того, чтобы построить гостиницу, снесли часть жилого дома комплекса Мангуби, архитектурного ансамбля 19 века. А над оставшимся зданием надстроили еще два дополнительных этажа. Они сейчас били, надстроили еще один этаж, а внутри этого этажа еще один этаж. Элитные апартаменты в центре Одессы строит американец Скотт Сигат. Он выкупил секцию доходного дома Мангуби и добился права на реставрацию девяти квартир и чердака. Страсти вокруг перестройки дома Мангуби кипят уже несколько лет, но городские власти так ее и не остановили. Это схема проекта. Предварительный план уже не соответствует тому, что произошло с домом. Башня выглядит иначе. Этажное здание нарушено. Здание на Дерибасовской 23 было принято под охрану государством как памятник архитектуры и градостроительства еще в 1985 году. Но после таких глобальных перестроек этот статус утратил весь свой смысл. Статус памятника архитектуры предполагает, что здание сохранило тот облик, который является архитектурно значимым. То есть минус один памятник архитектуры в центре города. Подробности скандальной стройки в центре Одессы, а также подборка самых изуродованных домов Одессы уже в субботу в итоговом выпуске новостей в 8 часов вечера. Юлия Федорова, Никита Кричко, Игорь Казанжи, Андрей Кульба, Седьмой канал. Ударные майские. За последние четверо суток одесские патрульные 55 раз ловили нетрезвых водителей. Во всех случаях они составили админпротоколы. Например, 2 мая около 2 часов ночи на Люздорской дороге внимание патрульных привлекла Тойота, водитель которой нарушал правила, а на требования остановиться не реагировал. Машину заблокировали на Дальницкой. За рулем была явно нетрезвая женщина. С копами она вела себя вызывающе и не выполняла требования полицейских. На даму составили админматериалы сразу по трем статьям Административного кодекса Украины. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку. Подрались прямо в трамвае. Одесские правоохранители задержали двух мужчин, которые устроили драку в общественном транспорте. Одному 55 лет, второму 23. Выясняли они отношения настолько активно, что умудрились разбить стекло вагона. В процессе один из них даже стал угрожать оппоненту ножом. И все это на глазах у перепуганных пассажиров, которые и вызвали наряд патрульных. Накажут очередного чиновника-взяточника. Прокуратура обвиняет в коррупции председателя одного из сельсоветов Аведиопольского района. Соответствующий акт уже направили в суд. Мужчине светит от 8 до 12 лет тюрьмы. Напомню, в январе 2017 года правоохранители задержали чиновника в момент получения 300 долларов взятки. Деньги председатель сельсовета требовал у предпринимателя за подписание договора аренды нежилого помещения. Активисты-измиротворцы не пустят в Одессу еще одного российского артиста. Речь идет о бывшем участнике группы «Чай вдвоем» и создателе проекта «Одесса» Станиславе Костюшкине. По информации активистов, с 2015 года певец гастролировал в оккупированном Крыму, давал концерты в Ялте в 2016-м, был ведущим конкурса «Детская волна в Артеке» и председателем жюри в конкурсе красоты «Мисс Республики Крым-2017». Родился в Одессе, родину предал уже давно, просто сейчас своими действиями наглядно подтверждает это. Х** ты чаю в Одессе в ближайшее время сможешь попить, Стасик! И пока на этом все. Следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, то звоните нам по телефону 726-3226. Увидимся в 18.00. Оставайтесь на седьмом.